Привет, привет! Ну что, давай расскажем сейчас о наших салонках. Я уже рассказывал. Сейчас из уст начальства. Громчина. Так, ну давай отсюда раскрываем. У нас нижняя решетка. Мне лучше не открывать, да. Вот здесь. Вот она. Баллонка. Соответственно, вот так меняется все. Нижняя часть бампер. О, это все временное. Прикрыли. Фара. Под замену. Как это называется? Подножка. Подножка, да. Вот здесь все разбито. Дальше у нас... Да, вот этот тоже, наверное, под замену. Я не знаю. Сейчас сравняет, не ровняет. Равнялась. Сейчас, наверное, уже под замену. То есть ее вот здесь выкнуло. А что ты покажи? Она не открывается даже. То есть, скорее всего, ее тоже под замену. Она пойдет. Дверь. Я вот не знаю. В целом, такие вещи поправляют, как бы. Но, опять-таки, теперь такие вещи, наверное, не заворачиваются. Я так подозреваю, что будут менять всю дверь. Смотреть. Снова дверь. Дальше. Задняя часть крыла. Передняя тоже, наверное. На самом случае, ее подогнуло. Да, ее подогнуло. Но, нет. Я ее, скорее всего, выправил. Хотя здесь, вот с этой стороны пластика есть разбитый, скорее всего, да. Под замену. Дальше. Ну, это крыло. Потом вот эта выхлопная система, вот эта SCF, она, в принципе, целая. Но ее как-то вот выгнуло. Что там с компежами, непонятно. Я вот не знаю, будет она под замену или нет. Ну, в общем, тут есть еще скрытые дефекты. Надо будет полную дефектовку делать. То есть, уже там, смотреть снизу, там, сверху, я не знаю. То есть, но крышка визуально, да. Это она вся разбитая. Здесь все тоже под замену. С выхлопом будем смотреть. Бак от Blue, он целый. То есть, нет у него визуальных повреждений. В принципе, нет. Все на месте. Все на месте стоит. Все нормально. Дальше. Ну, вот бак у нас пострадал. Поэтому бак тоже под замену. Ну, для информации я звонил дилеру узнать по стоимости бака. Я просто подумал, если он стоит недорого. То есть, мы его хотели быстро поменять. Мне сообщили, что он стоит 320 тысяч рублей. И его в России нет. То есть, он с Бельгии на складе. Поэтому мы сразу отказались. Отказались от людей. Так. Ну, бак понятно. Значит, вот эта защита нижняя потерялась. Куда-то улетела. Соответственно, тоже под замену пойдет. Дальше. Ну, крыло. Передняя часть. Под замену. Ну, как передняя. Оно из двух частей состоит. Из трех. Ну, крышка только верхняя. А, не знаю. Из трех. Ну, да. Получается, что передняя часть тоже пострадала. Колесо. Фото приложим. То есть, диск выгнуло. Ну, не буду показывать на этом. То есть, юг очень сильно выгнуло. И колесо разбортовалось. Во время разбортовки. Оно тоже повредилось. Но факт то, что оно в колесо вылетело. То есть, ну, сама резина, она здесь вылетела. Мы, конечно, долго ее с ней мучились на месте. Потому что нельзя было болты открутить за то, что он не выгнул. Поэтому пока его там кратом как-то управляли. Ну, в общем, колесо одно тоже в сборе как замену. Потом не горел фонарь. Мы думали тоже фонарю капец. Но там фишка вылетела. Фишку посадили. Все работает. В принципе. Он не треснет, не поломан. Ничего. Все горит. Здесь все нормально. Дальше. У нас немного пострадал полетник. Вот крышка. Ну, так. Покасательный удар. Немного ее гняло. То есть, будем смотреть. Ну, там, как со страховой. Если получится, ну, соответственно, и полетник. Я не знаю. Они целиком вряд ли. Ну, крышку. Крышку. Ну, либо... Ну, ее сказать его ремонтировать. Потому что ее покупать там где-то там Гуляновский дело. Потому что, в основном, нет никакого. Выправить, попрасить еще раз. В целом, полетник нормально так. Ну, а его тоже немало пострадает колеса. У нас здесь получается вот эта первая ось. Тоже диски все мутил. Колеса саморезинов. Хлам. То есть, вот эти два. То есть, первая, вторая. И вырвала подушку, значит, на прицепе. Вот здесь как бы. Просто ее расколотило. Мы уже поменяли, купили новую. Ну, потому что, ну, смысла нет. Ну, как бы нам надо работать. То есть, во-первых, машина в момент ДТП находилась под грузом. То есть, мы ехали из Германии. И оставлять это, ну, мы просто не довезли бы. То есть, надо было что-то там думать, перегружать и так далее. То есть, Герман, для того, чтобы показать это страховой компании, мы решили все поменять, чтобы прицеп был бы на ходу и груз доставить. Соответственно, сейчас уже стоит новая подушка оригинальная. Покупали там же, где мы прицеп приобретали. Меняется, ну, оно достаточно легко там. Парни быстро все открутили, поставили много. В общем. Ну и вот второе колесо тоже пострадало. Сейчас, конечно, это все стоят нормальные уже колеса. Тоже диск выгнуло. Резина в хлам. Значит, все. Но подушка не пострадала. Здесь только резина. И на третьей оси у нас немного, значит, выглядел диск. Ну, совсем немного, значит. И колесо начало спускать. Леша сразу на месте сказал, что, скорее всего, диск тоже под замену. Но мой кулибин, значит, куалды попытался ее выправить. Ну, вроде как визуально он ее выправил. Колесо накачали. А здесь стояло, стоял континенталь новый. Вот мы месяц назад приобретали. То есть, ну, выставили вот на эту ось. Обновляли. Значит, накачали, все держало нормально. После места ДТП, ну, с места ДТП, когда уже уехали, все сделали. Ехали на базу. Соответственно, оно начало, значит, спускать воздух. Естественно, Леша этого не мог видеть. И ему так же никто из коллег, наверное, не подсказали. Короче, результат такой. Мы приехали на базу с какое-то расстояние. Значит, проехали, скорее всего, уже на спущенном. И колесо полностью заживало. То есть, это вот новое колесо. То есть, к этим всем бедам того дня. Вечером добавилось еще испорченное одно колесо. То есть, континенталь. То есть, ну, это был вообще трэш. Как бы, ну, окей. То есть, мы на следующий день, то есть, приобрели два вот будьера. Потому что континенталь не было. Надо было все быстро и срочно. И там, где мы базировались, там, в ближайших, там, магазинах, в компаниях. То есть, этого не было. Поэтому мы там, у нас по соседству компания, которая резинами торгует. То есть, у нас вот оказался Гудьер. Там был Ханкуп Гудьер на выбор. Ну, я выбрал Гудьер. То есть, мы взяли два новых Гудьера, поставили уже на заднюю ось. А континенталь новый, который стоял с той стороны, мы его переставили сюда. Соответственно, у нас получается сейчас такая небольшая сборная солянка. То есть, вот, новый Гудьер на задней оси и на четырех. У нас континенталь, ну, одна новая. То есть, три БУ, одна новая. Соответственно, в ближайшее время мы купим еще один континентальный новый. Поставим вот в пару к ней. Ну, а вот эта средняя ось, это вот старая машина. Какая еще поездит. Да, заводская резина. Там протектор есть еще. Там в пределах допуска. Значит, потом поменяем. Документы все подали уже в страховую. Через Scania Leasing. Потому что... Еще бампер задний. Да. Тоже подогнуло. Подогнуло, да. Ну, а это фигня, я думаю. Это меня еще и технические. В общем, возвращается к страховой. Собственником машины пока является компания Scania Leasing. Соответственно, все эти страховые дела делаются через них. У них есть специальный отдел, который этим занимается. То есть, помогает на сборе документов и так далее. Но, в общем, мы все подали. Соответственно, они переслали. Мы получили информацию, что документы уже все страховой. Теперь мы ждем, значит, назначение дня осмотра. То есть, приедет, соответственно, инспектор. Ну, специалист страховой, который визуально это все посмотрит. У нас все эти колеса, как бы, на базе лежат. Эти все биты. Соответственно, ну, к приходу инспектора мы все это временно вернем назад, чтобы это все выглядело так, как было на месте ДТП. Ну, за исключение, конечно, подушки. Но мы это объясним, если они там впишут, 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 не впишут. Да и бог с ним, как бы. Ну, а остальное все, как бы, все на месте. Разбитая фара, все это все на месте. Как бы, это все. Инспектор, я думаю, скорее всего, зафиксирует. Дальше будем ждать направления. Скорее всего, ну, по опыту все это будем делать у дилера. Как я себе представляю, алгоритм действия будет такой. Мы получим направление. Мы подъедем к дилеру. Они сделают дефектовку. Повторю, что вот меня очень беспокоит, ну, типа, посмотреть, что с задним мостом. Потому что, судя на диск, как он был выгнутый, да, то есть удар был приличный. Вроде все работает, ничего не еще умеет, ступица нормально. Но надо все же посмотреть, что там творится, да. То есть эти крепежи. Вообще, рама в каком состоянии, я очень надеюсь, что рама в нормальном состоянии. Потому что, ну, удар и вот это усилие, будем считать, большие, да. То есть на разворот, как бы. Ну, в общем, это все надо у дилера сделать дефектовку. Посмотреть все скрытые там повреждения, какие. Соответственно, потом дилер составляет, значит, смету, что под замену, ремонт. Ну, и у нас страховка с франшизой. Ну, франшиза небольшая, мы, соответственно, франшизой оплатим. Ну, и дальше, значит, дилер все это дело, страховая все это дело профинансирует. Мы здесь уже там с дилером будем разговаривать, что есть в наличии, чего нет. Ну, вот бак точно его нет в наличии, где-то он в Бельгии. Когда он с Бельгией приедет, он нам будет. Это мы, скорее всего, договоримся так, что они все запчасти, которые необходимые все получат. Какие-то, ну, какие там, бамперы, там, ну, если дверь под замену, все детали, которые требуют покраски. Скорее всего, мы решим так, что они это все дело покрасят, и уже непосредственно, когда все будет готово, договоримся, назначим день, и мы туда заедем, чтобы нам это все разом поменяли. Я не знаю, сколько это время займет, там, два-три-четыре дня, как бы, ну, сколько бы не заняло. Ну, и тем самым мы вернем в машину в такой прежний вид, потому что у нас есть польские дозволы. Мало, но они есть, поэтому нам надо уже быстро отработать. Ну, в общем, надо машину подготовить, чтобы опять ехать на Европу. Но пока Михаил Владимирович у нас поработать в России. Михаил Владимирович, сколько времени ты всегда работаешь? Два месяца, почти. Через пять дней будет два месяца. Месяц-двадцать дней где-то там. Каких двадцать дней? Сегодня тридцать первое, третьего числа я заступил. Четвертого я сдал, может, четвертого я вытащил. Ну, третьего, ну, третьего меня. Ну, да, почти два месяца. В общем, Михаил Владимирович, было, значит, два фальстарта. Значит, ну, первое, естественно, когда вот до ДТП, планировали меняться на базе в Москве. Ну, вот ДТП в первые часы после скучищиваться. Ну, у меня были немножко такие пессимистические планы. Я уже нашел даже тягач, потому что я не думал, что мы что-то там с ним придумаем. Потому что там бак, колеса, это все, как бы. Я искал подмены тягач, чтобы мог бы затащить. Тягач, в принципе, нашли. Миша, я дал команду, значит, немножко, ну, не приезжать, как бы, пока там разъяснится все. Но в этот же день, ближе к вечеру, когда все, ну, там, подушку поменяли, колесо поставили. Вроде что-то так посмотрели, подумали, а зачем нам подмены тягача. Бак заклеили. Я так воссоздал, так, как бы, да, то есть, ну, посмотрев на повреждения, посмотрев место, где произошло ДТП, я так воссоздал эту картину. Так это все произошло, и я думаю, что Господь нас уберег. На самом деле, да, могло все закончиться печально, потому что вот эти все маневры, уходы от блоков и так далее, хорошо Деша реакция сработала, как бы, да, то есть, на самом деле, то есть, могло, его могло просто отбросить в соседний ряд. В принципе, немного его отбросило, но если там оказалась бы такая-нибудь лихтовушка, то все это закончилось бы очень-очень печально. Ну, и, соответственно, если бы и реакция наша не сработала, то вам бы нужно, значит, ушел бы этот бетонный отбойник, а, опять-таки, все было бы на норме печально. Жив-здоров, слава Богу, все хорошо. В целом, вот так, будем делать, будем дальше работать, не знаю, да, жалко, обидно, но ничего, железо, машина, все это делается, поправляется. В общем, ничего у нас не меняется, продолжаем дальше работать. Миша поработает, потом Леша заступит, и в этом время, я надеюсь, все будет здесь готово. Будем продолжать работать, работать. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...